Медиагруппа «Авангард» представляет Несмотря на множество наших действий в практической плоскости, множество выступлений у нас на различных тематических площадках, конференциях в течение нескольких последних лет, а также на проделанную нами работу в практической плоскости, до сих пор не все себе четко представляют роли места Госсопка в целом, Инка, ЦКИ в частности, в системах информационной безопасности ваших подразделений, ваших организаций. Ну, возможно, отчасти это и наша вина, недостаточно четко что-то где-то формулировали, недостаточно четко где-то акцентировали внимание на этом. Собственно, отсюда и цель моего выступления – рассказать вам о ключевых результатах создания, развития, функционирования Госсопка в контексте «Госсопка для кого же». Вначале предлагаю совершить небольшой исторический экскурс. Начало 2000-х, 2000-е, нулевые, значит, еще тогда мы начали, собственно, эту работу по созданию такого рода системы, и начали мы эту работу с себя. И в самом начале вот этого пути в 2000-х, сегодня, кстати, Игорь Федорович говорил, да, о том, что на самом деле-то Госсопке там не пять лет прошло, а гораздо больше. Вот этот процесс мы начали еще в 2000-х годах. В самом начале пути этого мы, по мере развития своей системы тогда, мы понимали, что в современных условиях технологии, механизмы информационного взаимодействия, которые мы создали и отработали, технологии при реагировании на компьютерные инциденты, на компьютерные атаки, они будут тем больше и эффективнее, чем большее количество участников будет вовлечено в этот процесс. Поэтому практически сразу мы уже тогда, на том этапе, начали организовывать взаимодействие в этой области с различными организациями. Возможно, среди вас присутствуют те, кто начинал этот путь вместе с нами, тогда уже в относительно далеких, нулевых. 2011 год. Нами был создан Центр реагирования на компьютерные инциденты в органах государственной власти. И тогда уже, по сути, вот этот Центр реагирования, он до сих пор официально существует, ГОФЦЕРТ, вы видели, собственно, и домен этот, и почту у нас в домене ГОФЦЕРТа, да. Уже тогда он выполнял роль национального ЦЕРТ с 2011 года и, по сути, явился прообразом того национального коррекционного центра, который создан и функционирует сейчас в настоящее время. В начале 2013 года вышел указ президента Российской Федерации, 31С, наверное, небезызвестный, по крайней мере, большинству из здесь присутствующих, указ о создании государственной системы обнаружения предупреждения ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. И именно в этом указе было введено понятие информационных ресурсов, которое одновременно с этим закрепило зону ответственности Госсопка. Я не буду его зачитывать, состояние ознакомиться самостоятельно с этим на слайде приведено. Но на чем я хочу сакцентировать внимание, да, почему? В 2013 год появилось это определение. В 2017 году вышел небезызвестный, подписан небезызвестный вам 187-й закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Собственно, с точки зрения назначения Госсопка, этот закон не внес ничего нового. Именно с точки зрения назначения. В нем не произошло никаких изменений. В то же время понятие информационных ресурсов, нет, оно не было опять-таки изменено, не была изменена зона ответственности Госсопки, да. Оно было уточнено жирным шрифтом, здесь изменения, которые были внесены, они подсвечены. То есть, таким образом, еще в самом начале пути по созданию Госсопка было очевидно, что система, она создается, предназначена в первую очередь, и создается для всех информационных ресурсов Российской Федерации. Без ограничений, без каких-либо ограничений и уточнений для всех информационных ресурсов. И никаких изменений в этом смысле на сегодняшний день не произошло, ровно никаких. То есть, никаких ограничений на состав участников Госсопка или перечень информационных ресурсов, которые будут защищаться и защищаются Госсопка, никогда никем не устанавливались. Да такого, собственно, и не могло быть по логике, по простейшей. Очевидно, что чем больше участников вносят свой вклад в общую копилку знаний, в общую копилку знаний об угрозах безопасности, и сами эти знания применяют, используют в своих системах, тем эффективнее система будет работать. Таким образом, мы все вместе повышаем уровень защищенности российского информационного пространства в целом. Поэтому мы последовательно, начиная еще с тех далеких годов, последовательно проводим работу по созданию условий и механизмов, которые позволят всем без ограничения, абсолютно всем, субъектам информационного пространства повысить защищенность своих информационных ресурсов. И так, как несложно было заметить, начало пути по созданию Госсопка находится задолгото появлению 187-го закона и нормативного правового акта, который закрепил понятие субъекта и понятие объекта критической информационной инфраструктуры. Но действительно остается вопрос, а что же делать предприятиям бизнеса, которые не являются субъектами КИИ, ведь они в лоб не поименованы в 187-м законе и его подзаконных актах. Отвечу на этот вопрос. Ни 187-й закон, ни выпущенные в его развитие подзаконные акты, не накладывают никаких ограничений по их использованию субъектами, которые не относятся в силу закона КИИ. Эти нормативные акты только определяют тех, кто обязан выполнять описанные в них требования. Все остальные имеют полное право выполнять соответствующие требования в добровольном порядке. Именно поэтому мы в контексте Госсопка стараемся говорить субъекты Госсопка или участники Госсопка. И только после этого мы для себя помечаем, кто же из вас является субъектом КИИ. Ну, закон все равно есть закон, и мы должны все равно выделять и отсматривать тех, кто должен этим делом заниматься в обязательном порядке. И мы, собственно, открыты и готовы сотрудничать с теми, кто чувствует ответственность за свой бизнес и свои информационные ресурсы, не разделяя вас на КИИ и не КИИ. Возможно, некоторые из вас не видят прямой связи между угрозами своим информационным ресурсом и потерям для бизнеса. Ну, или не задумываются о наличии такой связи. Вот если есть кто-то присутствующий в зале, кто до сих пор не понимает, не являясь субъектом КИИ, зачем ему этим заниматься, можете руку поднять? Не надо заниматься вам. Я знаю, дед Москвы. Дед Москвы такой связи не чувствует. Сейчас мы перейдем, я попытаюсь рассказать, как можно это сделать. Значит, почувствовать вот эту связь, понять ее, можно попробовать через некий процесс монетизации. То есть попробуйте монетизировать различные угрозы вашим информационным ресурсам, угрозы вашему бизнесу с точки зрения финансовых потерь вашему бизнесу. Например, не знаю, суточный простой интернет-магазин. Чего вам будет? Да ничего не случится, мы с молотком побежим. Переведите на деньги, сколько вы за это потеряете. Или, например, у вас день в день надо отгрузить большой объем поставок к какой-то своему супер-пупер, не знаю, доверенному клиенту. И именно в этот день он надеется это получить. И в этот момент у вас шифруются все диски серверов, на котором функционирует система логистики. Сколько вы потеряете на этом? Может быть, не денег, может быть, ваш партнер вам это простит. Но с точки зрения репутации и будущих финансовых потерь, когда партнер больше к вам не придет, потому что вы попадете в некий там реестр недобросовестных поставщиков, попробуйте это дело сделать. Только будьте, пожалуйста, предельно честны сами с собой вот в этом отношении. Для себя посчитайте и оцените вот это все дело. Сколько для вас это будет стоить потерять? Ну, тем более, что результатов никто не увидит, никто же вас не обязывает это демонстрировать, сколько вы потеряете. Но, по крайней мере, для себя вы можете понять связь между угрозами, вашим информационным ресурсом и вашими потенциальными финансовыми потерями. Есть среди вас те, кто что-то подобное для себя сделал и понял действительно, что связь есть и это необходимо? Тишина. Значит, все действуют по закону. Добропорядочные граждане. Что же сделано уже на пути создания развития госсопка и функционирует ли она? На сегодняшний день нами организовано взаимодействие уже более чем с 1850 субъектами госсопка. Прошу обратить внимание, только 535 из них являются субъектами КИИ. Это меньше трети, коллеги. Меньше трети. Безусловно, среди участников взаимодействия текущих есть те, кто еще не завершил процедуру категорирования, но мы уже знаем точно, что среди них есть и те, кто никогда не будет категорировать свои ресурсы, потому что они не являются субъектом КИИ. Еще один вопрос по ходу моего выступления. Есть ли среди вас такие, кто входит в число участников нашего взаимодействия? Кто уже с нами взаимодействует? Что, никто не взаимодействует? Два, три, все, то есть четыре. Коллеги, милости просим, мы открыты для всех. Пожалуйста, если вы субъект КИИ, то уже говорили однозначно, статья 9 187 закона вы обязаны, вне зависимости от того, значимый у вас объект или нет. Если же вы не субъект КИИ, милости просим. Польза есть. Таким образом, снова можете убедиться, что для того, чтобы стать частью системы, не обязательно быть субъектом КИИ. Важнейшим направлением деятельности НКЦКИ является организация информационного взаимодействия с созданием общего информационного пространства, в котором каждый субъект может получить необходимые ему сведения. На уровне национального информационного пространства мы организовали и осуществляем сбор сведений об источниках вредоносных воздействий, произошедших компьютерных инцидентах, различных угрозах проведения компьютерных атак и тому подобное. Эти данные собираются с уровня объектов, обогащаются сведениями от антивирусных компаний, исследовательских лабораторий, нашими собственными исследованиями. И эти полученные сведения оперативно доводятся до вас, до участников Госсопка, и доводится только та информация, которая актуальна именно для вас, которая может и должна быть использована вашими средствами защиты. Таким образом, в нами созданы механизмы информационного взаимодействия, в рамках которых участникам было бы удобно и полезно сообщать о вредоносной активности. Для повышения эффективности взаимодействия с субъектами Госсопка в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» нами создана система автоматизированного обмена сведениями о кибер-угрозах на базе технической инфраструктуры НКЦКИ. И уже сейчас НКЦКИ осшляет обмен следующими основными сведениями. Это, прежде всего, индикаторы вредоносной деятельности, это различные адреса, вредоносные доменные имена, хэш-суммы. Один из достаточно давно сформировавшихся основных потоков – это информация о письмах с вредоносным программным обеспечением. Это, по сути, является признаком компьютерных инцидентов. Очевидно, что актуальность и информативность полезных сведений в НКЦКИ зависит от разнообразия количества источников первичной информации. Необходимо отметить, что все наши совместные усилия уже привели к определенным практическим результатам. В результате анализа поступающей в НКЦКИ информации в этом году выявлено более 350 компьютерных инцидентов. Это о реальных компьютерных инцидентах. Сведения о них оперативно доведены до владельцев информационных ресурсов вместе с рекомендациями по реагированию. Все это уже позволило не допустить наступления негативных последствий для этих информационных ресурсов. Всем участникам ГоссОПК, обратившимся за помощью и в реагировании на компьютерные инциденты, оказана практическая методическая помощь. Всего специалисты НКЦКИ в этом году на текущий момент уже оказывали такую помощь около 700 раз в содействии. Коллеги, есть среди вас те, кто обращался к нам за помощью и эту помощь получил? Опять никого. Но это повод нам задуматься. Мы возьмем в списке, собственно, тех, кто присутствовал на сессии, поймем, почему у нас это взаимодействие не организовано, где наша недоработка, где наш недочет, поймем, почему среди присутствующих таковых не оказалось. Кроме того, по результатам анализа информации, которая поступает от участников ГоссОПК и международных партнеров, в российском информационном пространстве уже на текущий момент, за этот год, было пресечено функционирование более пяти с половиной тысяч вредоносных ресурсов. Работа наших средств обнаружения, средств НКЦКИ, которые стоят на различных объектах, она позволила выявить, например, некорректно настроенные сервисы, которые, что позволяло вовлечь эти информационные ресурсы в компьютерные атаки на другие информационные ресурсы. От выявления такого рода некорректно настроенных сервисов позволило, собственно, собственникам избежать, ну и пресечь вовлечение своих информационных ресурсов в такого рода вредоносную деятельность. У нас в этом году информация, которую мы получили, ее анализ позволила выявить критические уязвимости в ряде информационных систем, которые реально широко эксплуатируются не только в одном регионе, они эксплуатируются во многих регионах нашей страны. Эксплуатация вот этих вот уязвимостей могла привести к масштабным утечкам персональных данных. Но, соответственно, в каждом из этих случаев нами были проинформированы производители программных продуктов, пользователи, которые этими информационными ресурсами пользовались, и в СТЭК России, совместно с которой нам удалось выработать первоочередные меры еще до выпуска каких-то патчей производителей, которые позволили не допустить негативных последствий и позволили не допустить масштабных утечек персональных данных. Для уязвимостей высокого критического уровня нами формируются и распространяются бюллетени. Всего на текущий момент мы уже распространили более 180 таких бюллетеней. В случае появления серьезных угроз безопасности мы проводим масштабное информирование во всем информационном пространстве Российской Федерации безотносительно к тому, вообще является ли владелец информационных ресурсов участникам госсопка или нет. В этом году у нас были две масштабные кампании по информированию. Это об уязвимостях в операционной системе Windows и почтовом сервере Exim. Акцентирую ваше внимание на том, что все описанные в моем выступлении процессы они уже существуют и выстроены в госсопка. И выстроены они безотносительно к тому, является ли субъект, с которым мы взаимодействуем, субъектом Киев или нет. В заключении хочу отметить, что наш опыт реагирования на компьютерные инциденты взаимодействия с различными организациями показывает, что достаточно большое количество компьютерных инцидентов возникает по причине того, что владельцы вообще либо не уделяют внимания вопросам информационной безопасности своих ресурсов, либо не уделяют его вовсе, либо не уделяют частично. И все это на самом деле совсем не от того, что чего-то не хватает, или кто-то кому-то в чем-то отказывает, в какой-либо помощи, чего, к слову, никогда не было. Тем более, как вы могли еще раз убедиться в моем выступлении, что Госсопка и НКЦКИ они для всех. Госсопка для всех информационных ресурсов Российской Федерации. Вне зависимости от вашего объема этих ресурсов, от вашего принадлежности к каким-то классам, категориям, вне зависимости от принадлежности вас ки или не ки. Поэтому давайте уже перестанем рассуждать и предполагать на тему того, кто для кого, что надо или не надо, чего хватает или не хватает, кто кого к чему-то якобы принуждает. Давайте уже перестанем теоретизировать и всю нашу полемику, кстати, хорошо, что она есть, опустим немножечко на землю, переведем ее в практическую плоскость и будем совместно развиваться и совершенствоваться. Давайте сообща работать на развитие государственной системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак в интересах всех государства и бизнеса крупного, среднего, малого. Вы на своем месте, а мы на своем. И вот как раз у следующих уже выступающих на нашей сессии уже есть что рассказать с точки зрения полученных ими практических результатов. Поэтому предлагаю уже послушать их. Спасибо вам за внимание. Спасибо.